Строй Урал, недвижимость в Оренбуржье. Название традиционной в преддверии очередного строительного сезона выставки можно произнести так. Строй Урал, недвижимость в Оренбуржье. Кстати, и на Урале, и в Привозском округе наша область на передовых позициях по темпам ввода жилья. Вопрос, сохранятся ли они впредь? В эфире «Акценты дня» в студии Виталий Дерябин. Здравствуйте. 1 миллион и почти 200 тысяч новых жилых квадратных метров появилось в 2015 году, даже больше, чем в году 2014, который все называли рекордным. Впрочем, мало перемахнуть через высоко поднятую планку. Важно уметь повторить это. Прогнозы по поводу перспектив жилищного строительства и оптимистичные, и с изрядной долей скепсиса регулярно звучат из уст специалистов по недвижимости, руководителей строительных фирм, риэлторов, чиновников различного уровня. Одной из самых информированных инстанций можно считать профильное областное министерство. Исполняющая обязанности министра Ольга Мещерякова на неделе сообщила, скорее всего, последние два года останутся для строителей золотыми, а в этом году придется довольствоваться серебром, в виде примерно 900 тысяч квадратных метров. Причем эти метры опять большей частью даст Оренбург. Это вновь будут квартиры эконом-класса в многоэтажках. То есть наш посыл, ну а в большей степени, наверное, конечно, и не только наш посыл, а посыл в целом рынка, он сработал на застройщиков. Многие быстро переориентировались и начали строить квартиры меньшей площади. Впервые на Оренбургском рынке появились квартиры-студии, и цена их очень привлекательна, до миллиона рублей за квартиру. Конечно, на 26-ти студийно-квартирных метрах не разгуляешься, но для молодой пары или вступающего во взрослую жизнь одиночки вполне подойдет. А для семей со стажем есть другой вариант участия в госпрограмме «Жилье для российской семьи». Программа-то есть, только вот желающих ею воспользоваться, прямо скажем, маловато. Всего 285 заявлений на тысячу с лишним квартир и таунхаусов. Их с отделкой под ключ «Заходи и живи» по цене 35 тысяч за квадрат предлагают сегодня в Оренбурге и его пригороде. Суть этой программы в том, что идет субсидирование, то есть 20% жилья оплачивает непосредственно государство. Человеку, чтобы попасть в эту программу, ему нужно прийти в администрацию, скажу, города Оренбурга. Любому, мне кажется, из нас скажи, чтобы купить квартиру за 35 тысяч рублей за квадратный метр, надо пойти туда в администрацию. Он скажет, о, это опять стоять в очереди, собирать какие-то справки. Мне кажется, вот именно вот эта вот ступенька, ну вот она и есть слабое звено в этой программе. Станет ли слабым звеном строительная отрасль в целом? Пока предпосылок нет. По данным областного Минстроя, в прошлом и начале этого года застройщики продолжали брать разрешение на строительство жилья. Их выдано уже более чем на 700 тысяч квадратных метров. Плюс недострой, миллион с лишним квадратов. Получается, что и на 2016 год планов громадье. С другой стороны, не скрыть и негативные процессы. Мелкие фирмы уходят с рынка, крупные вынужденно ужимаются в размерах. И строительные, и непосредственно связанные с ними проектные. Вообще на рынке сегодня у нас ситуация достаточно тяжелая, если бы говорить про строительный, проектный рынок. Многие затягивают пояса, многие как бы там отправляют своих сотрудников в отпуск. Сам общался со многими застройщиками. То есть одни говорят, что они доделывают то, что они делали три года. А многие как бы открывают новые направления, новые заводы, новое жилье. У многих квартир раскупаются очень быстро. У некоторых застройщиков, у других застройщиков, как бы они наоборот. То есть не могут продать их, поэтому распускают свои коллективы. Показатели, которые область добилась в 2014-2015 году, добиться будет тяжело. Мы реалисты. В этом году, наверное, все-таки будет уровень определенной падения строительства жилья. Но тем не менее мы настроены на то, чтобы стараться тянуться к показателям вот этих двух лет. Итак, говорить о новых строительных рекордах сегодня вряд ли приходится. Впрочем, о пустых стройплощадках тоже. Упомянутой выставкой «Строй Урал», которая работала три дня, тому свидетельство. Количество участников по сравнению с прошлым годом не уменьшилось. Интерес со стороны оренбургцев имеется. Особенно к предложениям строительных компаний и риелторских фирм, представители которых заявляют, большого спада на рынке продаж недвижимости не наблюдается. Не исключено, конечно, что они выдают желаемое за действительное. Всем известно, что уровень достатка большинства россиян сегодня не тот, что вчера. А вот цены на недвижимость вслед за ним изменяться не спешат. В общем, во фразе «Ждать нельзя покупать» применительно к недвижимости запятую каждый поставит сам. На свое усмотрение и в соответствии с текущими финансовыми возможностями. В финале стоит еще раз отметить, что большинство счастливых новоселов по-прежнему становятся таковыми не за свои, а за ипотечные средства. И государство пока продолжает политику поддержки льготной ипотеки. Это были акценты дня. Увидимся.